Наш эго имеет размер, этот размер, время предполагаемое нами жизни. То есть что за континиум временной, в который мы включаем себя как сознание, которое будет развиваться дальше. Если это границы нашего биологического существования, то, соответственно, вся наша нервная система, все нейрологические уровни начинают работать в парадигме этих 60 или 70 лет, ориентируясь на социальный запрос, на востребованность и на угасание биологии. При этом сознание привязывается к внешним социальным требованиям и к биологии. Религиозный человек свои границы раздвигает немножко за рамки биологического, и тогда все этапы возрастные, которые проходят, они сглаживаются. Потому что, по сути, жизнь – это всего-навсего одна из ступенек к той цели, к которой он идет. Если так, метафорично, на уровне гипотез, человек, стремящийся в рай, он предполагает определенные шаги, которые ему нужно пройти. Такое понятие, как профессиональный стаж, как биология, они имеют важное значение, но все-таки вторичное. По сути, это инструмент, благодаря которому человек развивает определенные качества своего сознания. Когда уходит время уходить из этой жизни, он уходит с ощущением внутренней радости, что все, что он сделал в этой жизни, и все, что он успел, – это тот ресурс, который он заработал. Потому что очень грустно, когда уходят люди, а я работал с умирающими, это люди наполнены страхами, тревогами, беспокойствами от того, что не успели что-то сделать, откладывали. И есть одна существенная важная разница между человеком, имеющим трансперсональное мышление, и человеком социальным. Когда он уходит на пенсию, соответственно, вся биология начинает выключаться, включается режим, ну так в кавычках, самоуничтожения. Потому что социально он выполнил все поставленные перед ним задачи, он стал профессионалом, он отдал системе, государству, все, что мог. С точки зрения биологии он, возможно, предположительно оставил потомство. И теперь, как единица, которая уже не справляется с теми забросами, а в спину толкают более молодые, включает режим, естественный режим, как я уже повторил, самоуничтожение. Мы можем обратить внимание, что иногда люди, которые уходят на пенсию, быстро покидают этот мир, либо часто отвечают, что, а что я буду делать после этого. Потому что вся их система, все их сознание заточено под выполнение социальных программ. Человек — социальный механизм. Но даже если мы гипотетически представим, что мы нечто большее, тогда все ресурсы будут направлены, нацелены на реализацию себя предполагаемого. Потому что наше эго движется в образах и представлениях себя в будущем, реализуемого здесь в настоящем. Умные поймут, взрослые примут. Такие простые нюансы, которые определяют наше психическое здоровье. Немножечко обобщенно стараюсь минимизировать психологическую терминологию. Не говорю о нарративном ядре личности, не говорю о выгодском. Вы можете почитать, или Майкли Уайты, о личности, одни из моих, скажем так, любимых авторов, психологов, на которых я иногда ориентируюсь. Всем хорошего настроения! Продолжение следует...